доброе здоровьица я давненько надумал сделать свой собственный травник меня всегда интересовали растения и их свойства я написал свой травник а теперь решил объединить все что известно о том или ином растении из различных источников в одну статью и таким образом для самого себя ну познать все что возможно о данном растении на данный момент то есть это и древние источники и современные источники и так небольшая предыстория к данной теме в 2015 году китаянка ту ю ю стала лауреатом нобелевской премии 15 года по медицины и физиологии за открытие артемизинина препарата из полыни однолетней помогающего бороться с малярии замечу что это уже третья нобелевская премия за усилия в борьбе с малярией первую присудили в 1902 году вторую 1907 году и как показала практика усилия в борьбе с малярией оказались мягко говоря не эффективными то есть и вот новая третья премия присуждается китаянке ту это фамилия ю ю имя родилась она в 1930 году в китае 1951 году поступила на медицинский факультет пекинского университета специализация фармакология окончила в 1955 году после этого два с половиной года изучала традиционную китайскую медицину работает в институте традиционной китайской медицины основным толчком к данной работе послужило то что в конце 50-х годов китай начал развивать свою медицину прежде всего антималярийную медицину и это было связано с распространением заболевания так как лекарства созданы на основе нобелевских премий 1902 и 1907 года и более позднее это так называемый хлорохин введен в обиход в 1947 году оказались не эффективны в целом ряде районов китая прежде всего в болотистых местностях там процветала малярии и надо было эту задачу как-то быстренько решать иначе малярии покосило бы население так вот задачей ту ю ю было найти растение с антималярийным действием и выделить из них активные вещества было исследование более двух тысяч растений но наиболее эффективным оказалось одно это растение уже было описано в трактате четвертого века трактат назывался хранящиеся в рукаве рецепты на неотложный случай люди от малярии болели всегда естественно искали от нее средства и она была найдена им оказался экстракт полыни ту ю ю на современный лад доработала рецепт и получился артемезинин от слова артемзия полынь из него были сделаны первые истории эффективное лекарство от малярии к 1980 году с помощь нового препарата было вылечено несколько тысяч больных малярии в китае а через 20 лет всемирная организация здравоохранения приняла артемезинин в качестве основного средства для лечения малярии при этом в комплексе с артемезинином должны применяться дополнительные препараты это необходимо из-за способности малярийных паразитов быстро вырабатывать устойчивость к лекарственным препаратам о чем все это шумиха с нобелевскими премии говорит люди как могли решали свои проблемы со здоровьем с помощью народной медицины вот я же сижу вроде пузатый так щекатый без зубы но тем не менее живой я решаю их и находили очень эффективные средства которые до сих пор дают огромную фору современным разработкам не случайная сама ту ю ю подчеркивает что многие и рецепты это рецепты почти двух тысячелетней давности которые использовались в китае поэтому богатство народной медицины величайший дар наших предков нам нам понимаете они оставили он нам его следует кропотливо изучать всех позиции на которых первоначально стоял народная медицина о них уже вообще забыли не понимают и конечно используют для лечения и укрепления собственного здоровья как я это делаю и так мой травник свой травник я начал с полыни первая история в китайской даосской мифологии имеется остров бессмертных пенлай на этом острове те кто откушает полынь с дивным ароматом становится бессмертным полынь одна из трав упоминания о которой можно встретить среди папирусов древнего египта 1550 год до нашей эры жидцы из виды это богиня плодородия и материнства носили на голове венки из полыни советую попробовать эти венки поносить эфирное масло из семян этой травы клеопатра использовала для получения туалетной воды которая дезинфицирует нашу кожу знали они и в древней греции называли ее амброзии пищи богов они считали что полынь повышает потенцию дает удивительную сексуальную энергию я уже остановился и только на этом вам мог много рассказать но так как я читаю я буду читать сексуальная энергия это 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 душистая сильная субстанция и это же субстанция имеется в полыни которая активизирует увеличивает убыстряет все процессы и делает их особенно сексуально более яркими ладно не буду для привлечения мужчин опытные жрицы любви женщины внимательно натирались полынью шили полынные подушечки для вызывания обворожительной страсти просто удивляйся насколько наши древние предки были гораздо а мы так все там скатилась до зарабатывания каких-то бабок о которой мне все твердят и там бабки я им одно муки творчества они мне там бабки кошмар ведь острый терпкий волнующий аромат полыни притягивает и одурманивает оставляет приятные ощущения и воспоминания европейцы ее разводили в монастырь монастырских садах еще в девятом веке полынными настоями укрепляли желудок усмиряли лихорадку истребляли червей у гнездившихся у чреве на русы полын называли божьим деревом царской травой и использовали как ранозаживляющее кровоостанавливающее средство переменяли ее при простуде желудочно-кишечных заболеваниях зубной боли ревматизме малярии при заболеваниях печени из желчного пузыря потери сна аппетита а также от глистов ветки от полыни и веники из них вешали в крестьянские избы подкладывали под рогожки чтобы унять клопов и блох появятся клопы и блоки знаете как с ними справляться а дело к тому идет что одичает после очередной войны будут одичание чтобы вы хоть знали чем спасаться в старинных травниках полынь упоминается в составе зелья противоусталости я просто когда изучаю древние источники вот это вот вся эта память вот это вот древних целителей вот так вот всколыхается во мне понимаете она она висит и ищет 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 своего своего бы говорить выхода чтобы какой-то человек понял это все и пропустил все это богатство через себя дабы она вновь заблистала перед дальней дорогой рекомендовали выпить полынный настой и положить веточки полыни в обувь чтобы ножки резво бежали по дорожке либо попариться в баньке полыни веником и подержать ноги полынном отваре попробуйте попробуйте немножечко сначала полыньки заварите а то настолько бывает человек уже находится в таком состоянии что ему так чуточку что-то там толкни и и он уже упадет начинайте с малого второе общее описание трав полыни действие этой травы говорят открыла диана что артемидой зовется у греков отсюда название это из солерского кодекса здоровья кстати солерский кодекс здоровье я по новой пересказал можно сказать на свой лад чтобы он был понятным современным читателем и скоро скоро вот я как доберусь а я обнародую хотя в газете он уже есть кстати эта газета 11 номер за пятнадцатый год рот полыни артемзи объединяет свыше 400 видов из которых в россии произрастает 174 обыкновенно это многолетние высокие травы с толстым деревянным корнем и прямыми грубыми стеблями при метелке соцветий цветы полыни так малые что их можно рассмотреть лишь под увеличением и это говорит о том что вот малость это признак ветра признак ветра это огромная энергия это огромное движение сконцентрированная в этой малости они собраны в бледно-зеленые корзинки видим мелких горошин плод гладко семянка листья полыни лапчатые многократно рассеченные тонкие дольки на вид слегка посеребренные посеребренные это тоже говорит вот это серебристо сбилось это говорит о том что там очень сильнейшая энергетика ветра самые крупные листья основания стеблей вверху они мельче латинское название полыни артемзиа трава здоровья было дано в честь артемиды богини охоты плодородия деторождения и врачевание ну надо уметь соединяться с такими эгрегорами древних знаний чтобы понимать о чем говорили древние или от греческого артемес здоровый невредимый русское название полынь от старорусского логола полете спалите сгореть связи с этим важно отметить что она угнетает сжигает другие растения потому растет одна а раз она сжигает другие растения также нас сжигает паразитов а ведь ценно в каноне врачебной науки писал о лечебных свойствах полыни полынь полезна от холодной головной боли в виде лекарственной повязки или обливание отвар из нее приносит пользу от закупорок в носу и от насморка если сидеть в ее отваре это дробит камни в почках и гонит месячный а также полезен от язв в матки и способствует и твнанию последа и плода виде питья или лекарственной повязки полынь помогает при сжатии матки раскрывая ее а также при затвердении в матке вкус ее весьма горе лучшим видом является свежая полынь желтыми цветами природа ее горяча во второй и суха в первой степени обладает открывающими свойствами если смешать ее сок с медом и дать выпить то это поможет при инсульте и желтухе внимательно подумайте про инсульт что там происходит и какой надо механизм задействовать для того чтобы снять его подумайте я не буду пока говорить повышает остроту слуха и убивает глистов вот тут-то островскому надо виталию сказать вызывает мочеиспускание и месячные вылечивает геморрой и делает лицо блестящим излечивать застарелой лихорадки но она вызывает головную боль если ее положить в сундук то моль не тронет вещи у кого есть моль на заметку если ее растолочь завязать хлопчатой бумажную тряпку и положить в кипящую воду а затем приложить к глазу с кровоизлиянием то кровь рассосется помните инсульт и вот она кровоизлияние как она действует сгусток крови который образовался от инсульта надо рассосать и чем его рассосать значит кровь рассосется если отжать ту тряпицу то с нее вытечет кровь если 6 граммов ее смешать с медом и дать при геморрое то поможет а также окажет пользу при трещинах заднего прохода потому что там тоже геморрой сгустки образуются шишки кровь не проходить если двадцать с половиной граммов ее свалить в воде отвар разбрызгать то она уничтожит блох на заметку блохастиком если же сделать окуривание то все присмыкающиеся покинуть дом если маслом полыни смазать тело при телесной слабости то поможет ее сироп готовят так возьмите 69 с половиной грамма травы полыни и размочите в воде в течение суток а затем сварить и отсыдить и прибавьте 353 грамма сахара или меда и варите до сгущения а затем употребляйте а я взял вот этот рецепт и сделал свое время я его сделал не прочитала сделал и опробовал варите до сгущения потом употребите и употребил свойства этого сиропа таковы что он помогает при болезнях печени и желудка при уплотнении селезенки и желтухи которые возникают от жара изгоняет ветры из тела и помогает при колике помогает также при всякой болезни мочевых путей и выводить камень с мочой заменителями и является цветварная полынь вот что говорил авиценна и так продолжаем дальше среди многих сотен видов полыни встречаются лишь несколько употребляемых как пряные травы у таких видов как правило ослабленные свойственно всем полынным растением горечь и наоборот усиленно ароматическое начало это и служит основным отличительным признаком пряных полынных растений наиболее используемыми видами полыни является горько обыкновенная веничная каменная лечебная морская полевая сиверсто таврическая кстати был на тавриде таврическая там особый микроклимат сухой такой понимаете жарки вот там это полынь ух особую силу набирает холодно эстрогон все не обладают целебным действием некоторые из них практически лишены ярко выраженной горечи поэтому по-разному воздействует на организм человека кстати должна быть и пряность и горечь потому что именно горечь вот это вот горечь является тем действующим началом который убивает паразитов горькое до неможности должно быть в их применении имеются некоторые отличительные особенности поэтому мы будем мы не будем спешить и начнем свой разбор полыни горькой классической вот она полынь горько благодарю за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал ваше участие развивает канал и способствует его продвижению вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте малахо про доброго здоровьица и до новых встреч субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова